МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этом и другом более подробнее. Очередных любителей чужого имущества помогли задержать камеры видеонаблюдения, установленные в торговых домах. На этот раз в их объектив попали две сестры с малолетними детьми. На так называемые преступные гастроли они приехали из города Балхаш. 9 февраля текущего года в одном из торгово-развлекательных комплексов Карасайского района по подозрению в кражах задержаны женщины 30 и 33-летнего возраста. При личном досмотре у сестер обнаружена и изъята новая с этикетками женская и детская одежда, которую они похитили в одном из магазинов на территории комплекса. Кроме того, подозреваемые, изобличенные видеозаписями, признались еще в четырех кражах из бутиков и магазинов комплекса, после чего показали место, где спрятали похищенные вещи. Всего ими в течение одного дня похищено товаров на общую сумму свыше 350 тысяч тенге, среди которых были майки, футболки, пальто, джинсы, леггинсы и прочая одежда. Похищенное имущество после производства необходимых следственных действий возвращено законным владельцам. Все пять краж зарегистрированы в единый реестр досудебных расследований. Также установлено, что одна из задержанных уже имела криминальный опыт, так и привлекалась следственными органами за кражу вещей из бутиков в городе Нур-Султан. Ранее камеры уже помогли изобличить дуэт магазинных воров, мужчин бессовестным и наглым образом кравшим обувь из магазинов. Ну а в начале года отличился вор Сладкоежка, похождения которого также запечатлели камеры наблюдения. Полицейский Металды Кургана задержан вор-домушник, промышлявший кражами в частном секторе. Начиная с октября 2019 года в полиции регистрировались кражи в частном секторе. Способ совершения и место совершения указывали на то, что это дело рук одного и того же любителя чужого имущества. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативникам Западного управления полиции удалось выйти на след и задержать подозреваемого в совершении серии краж 21-летнего местного жителя, которому на сегодняшний день применяется совершение 18-ти краж из частных домовладений. Способ проникновения не отличался новизной. В основном все хищения совершались путем отжима пластиковых окон в дневное время, когда хозяева отсутствовали. Похищались золотые издения, денежные средства, телевизоры, ноутбуки, телефоны, часы и другое ценное имущество. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, на сегодняшний день составляет порядка 4 миллионов тенге. Подозреваемый взят под стражу и находится в изоляторе временного содержания. Досудебное расследование, в ходе которого задержанный будет проверено причастность к аналогичным нераскрытым преступлениям, проводится в соответствии со статьей 188 Уголовного кодекса Республики. Берегись автомобиль. Полицейский Металды Кургана задержан очередной любитель погонять на чужих авто. В сети оперативников автоугонщик попал во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие подобных преступлений. В результате оперативникам сначала удалось найти автомашину, а затем и установить и задержать подозреваемого в совершении данного преступления. К полицейским обратился горожанин с заявлением об угоне его личной автомашины марки Toyota Camry 40, которая была припаркована у одного из магазинов по улице Желтоксана. Со слов потерпевшего, он оставил заведенную автомашину на улице и зашел в магазин, а когда вышел, ее уже не было. В результате принятых мер был установлен 24-летний житель города Талды Курган по приметам, похожей на подозреваемого. Автомобиль был обнаружен в поселке Рудничный, а уже в Талды Кургане был задержан и сам угонщик, который во время беседы сообщил, что виной всему сам хозяин, беспечно оставивший свою собственность. Задержан за угон машины, автомобиля. Так как он был открытый, заведенный, стоял на улице, никого не было. Ты хотел просто прокататься? Да, хотел просто прокатиться. Водителям что скажешь? Водителям скажу, чтобы не оставляли машину без присмотра. Ведется борьба с воровством и в сельской местности, где жертвами преступников становятся сельчане, у которых барым-тачи похищают скот. На территории Алматинской области с начала года пресечена деятельность четырех преступных групп, промышлявших кражами крупнорогатого скота. На сегодня им уже доказана причастность к 13 эпизодам краж. В результате оперативных мероприятий установлено, что данными группами было похищено 56 голов скота. Преступные группы орудовали в Алакольском, Корсайском, Ильийском и Жамбылском районах. Общий ущерб их преступной деятельности составил более 4 миллионов тенге. В целом, с начала текущего года на территории Алматинской области зарегистрировано 77 фактов краж скота, 40 из которых были раскрыты по горячим следам. Полицейские отметили, что основной проблемой данного вида преступлений является пренебрежительное отношение самих владельцев, которые нередко оставляют свое имущество без должного присмотра в момент выпаса и не принимают должных защитных мер на подворье. Анализ совершенных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений показал, что основными причинами совершения деяний являются злоупотребление алкоголя, ревность и ссоры на бытовой почве. На профилактику таких преступлений было направлено мероприятие «Быт», которое провели отделы по защите женщин от насилия Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области. В ходе отработки более 500 правонарушителей привлечены к административной ответственности. В результате в отношении 495 лиц вынесены защитные предписания. С начала года полицейские 5 женщин и 16 детей доставили в Центре социальной адаптации и реабилитации. 150 браконьеров привлекли к ответственности природоохранные полицейские за нарушение запретов с начала текущего года. Всего же с начала года сотрудниками полиции инициировано 12 уголовных дел и выявлено 162 факта нарушения природоохранного законодательства. С целью защиты охраняемых территорий от незаконных охотников и рыболовов полицейскими на систематической основе проводятся профилактические рейды, направленные на выявление нарушителей. И, как показывает практика, такая работа не проходит напрасно. Очередной ОПМ «Браконьер» проводится с участием заинтересованных органов и служб. За два дня на территории области выявлено 41 нарушение, из которых 28 фактов незаконной охоты, 10 фактов незаконной добычи рыбы, а также одна незаконная порубка деревьев. В настоящее время у браконьеров изъято 22 единицы огнестрельного оружия, 7 из которых незаконно хранящиеся, а также 2533 килограмм рыбы, 4 туши косули, 1 туша кабана, а также 34 шкурки андатры и 20 различных птиц. Порядка 600 правонарушений среди подростков выявили стражи порядка за три дня проведения ОПМ подросток, из них 13 за распитие спиртных напитков. Основная нагрузка легла на ювенальных полицейских, которые с 13 по 15 февраля посещали все злачные места сборов подростков в вечернее время. Целью данной акции является проведение профилактических пер по предотвращению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также в отношении них. По итогам оперативно-профилактических мероприятий стражами порядка в ОВД доставлены 497 несовершеннолетних, из которых 400 фактов за нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей, вне жилища с 23 до 6 часов утра, 13 фактов за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах состояния опьянения. Самые тяжкие среди выявленных правонарушений являются хулиганство, зарегистрировано 3 таких фактов. В период проведения профилактических мероприятий на территории области было проверено около 900 развлекательных заведений. В Центр адаптации несовершеннолетних доставлены 5 подростков. На днях полицейские Алматинской области пригласили к себе в гости воспитанников детского дома «Айнолайн». Знакомство детей с деятельностью полиции имеет систематический характер. На этот раз юные экскурсанты смогли лично познакомиться с лучшими следователями департамента и их работой. Именно сотрудники этого отдела полиции стали инициаторами прошедшей встречи. Посетили ребята и музей департамента полиции имени генерала Болсанбекова. В музее рассказали детям об истории создания полиции Алматинской области. Также обратили внимание на роль стражи порядка во все времена. Ребята смогли ознакомиться с отдельными видами вооружения и бмундированием полицейских, историческими документами, фотографиями и другими интересными экспонатами. Особый интерес у школьников вызвал зал оружия, в котором их вниманию были представлены разные виды холодного и огнестрельного оружия, изъятого у преступников. Здесь представлены полуавтоматическое и автоматическое оружие, некоторые из которых изготовлены в кустарных условиях. После знакомства с экспозицией музея с ребятами пообщались курсанты и недавние выпускники полицейской академии. Они рассказали о своем выборе данной профессии и вручили небольшие подарки. Не забывают полицейские о дорожной безопасности, проводя свои специальные мероприятия с участниками дорожного движения. В большинстве дорожных происшествий вине от водителей, однако не все трагические происшествия на дорогах происходят по их вине. В некоторых случаях такие ситуации спровоцировали пешеходы, которые, грубо нарушив правила, переходили проезжую часть неустановленных местах. Разъяснительная работа с гражданами ведется систематически, однако люди, как говорится, не внемлят мольбам о самосохранении необходимости придерживаться правил дороги. От мер предупредительных полицейские приступили к мерам административного воздействия. С начала года на пешеходов по статье 615 КОАП Республики было составлено 1876 протоколов. Попали под раздачу и нарушители за рулем, на которых составлено почти 600 протоколов за превышение скорости, более 400 за непредоставление преимущества пешеходам и 128 за езду в нетрезвом виде. На этом очередной выпуск программы «Полицейская служба» подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща, мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Ну а если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые вы сейчас видите на своих телевизионных экранах. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСО. До свидания. Продолжение следует...